1 сентября 1911 года императорская семья, правительство и сановники собрались в Киевском театре на премьеру оперы «Сказка о царе Салтане». По второму акте Столыпин встал со своего места, прислонился к ограждению оркестровой емы и беседовал с военным министром Сухомлиновым. Неожиданно к нему подошел неизвестный молодой человек и выстрелил в упор из браунинга. Раненый в грудь, Столыпин шагнул к своему креслу, посмотрел на императора, благословил его и потерял сознание. Все происходило на глазах у царя и его дочерей. 5 сентября Столыпин скончался. Убийцей был Дмитрий Багров, террорист-анархист и провокатор охранного отделения. Когда он выхватил из кармана браунинг, Столыпин не отвернулся. Багров побледнел и два раза выстрелил. Через несколько дней умирающий Столыпин скажет Шульгину о своем убийце. Он не показался таким бледным и жалким, этот еврейчик, подбежавший ко мне. Несчастный, может быть, он думал, что совершает подвиг. Начальник Киевского охранного отделения владел информацией, что город наводнен террористами, цель которых – высокопоставленный чиновник, может быть, даже сам император. Эту информацию доложил секретный осведомитель Дмитрий Багров. Но, как потом стало известно, покушение придумал сам Багров. Петр Аркадьевич был потомственным дворянином. Его отец участвовал в героической обороне Севастополя, был генерал-губернатором в Болгарии во время русско-турецкой войны. Затем служил комендантом в московском Кремле. Мать будущего политика происходила из княжеского рода Горчаковых. Детство Столыпина прошло в московской губернии, где он получил домашнее образование. А затем вслед за отцом семья переехала в Ковенскую губернию. Там 12-летний Петр поступил в гимназию, где проучился 5 лет. А затем Столыпины перебрались в Орел. Здесь молодой дворянин окончил учебу, после чего продолжил образование в столичном университете. Родившись в дворянской семье с богатой историей, он воспитывался по законам дворянской чести и служения Отечеству. Поэтому, когда пришла пора заканчивать в 1885 году естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и выбирать между научной и административной карьерой, он без раздумий выбрал государственную службу, хотя у него были все шансы стать прекрасным ученым. Его выпускной экзамен принимал сам Великий Менделеев и был восхищен познаниями молодого Столыпина. Карьера Столыпина началась со службы в Министерстве имущества. Это ведомство было создано еще в Николаевскую эпоху в ходе реформ графа Киселева. В будущем именно в этом ведомстве, реорганизованном в Главном управлении землеустройства и земледелия, сосредоточилось осуществление Столыпинской аграрной реформы. Оттуда его направили в Министерство внутренних дел, а затем предводителем дворянства в Ковинский уезд в 1889 году, где он и прослужил 13 лет. За год до этого была устроена и семейная жизнь Петра. Он женился в 22 года, еще будучи студентом, на Ольге Нейтгард, фрейлине императрицы Марии Федоровны, праправнучке Суворова. Это был счастливый брак, в котором родилось шестеро детей. Хотя одни современника Столыпина говорят, что он погнался за очень солидным преданным, а другие утверждают, что молодой человек отстаивал честь семьи. Дело в том, что жена Петра Аркадьевича Столыпина была невестой его старшего брата Михаила, который погиб от ран, полученных на дуэли с князем Шаховским. И на смертном одре якобы брат просил Петра взять его нареченную в жены. Прежде чем вступить в брак, Столыпин вызвал на дуэль убийцу брата и стрелялся с ним. Обстоятельства этого поединка неизвестны. В Ковна Петр Аркадьевич провел 13 лет. Служил себе просто, исполнял свои обязанности и не мудрил. Так вспоминал он впоследствии о своей деятельности на должности предводителя. Для развития края Столыпин сделал довольно много. Особое внимание он уделял развитию хозяйства и внедрению новейших знаний в области агрономии. В этом ему помогало полученное в Петербурге образование. Успехи в развитии края не обошли стороной столицу. За свою службу Столыпин уже в 1901 году был произведен в Статские советники. В 1902 году Петр Аркадьевич был назначен губернатором в Гродно. Работая в местности с разнородным населением, Столыпин отлично понимал специфики губернии. Поэтому он инициировал открытие Еврейского народного училища, Ремесленного училища, а также Женского приходского училища. Эти начинания встречали сопротивление землевладельцев, которые считали, что образование должно быть доступно обеспеченным классам, но не массе. На что Столыпин отвечал, «Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образование народа, правильно и разумно поставленное, никогда не приведет к анархии». Кроме того, здесь он реализовывал свои идеи по разрешению крестьянской проблемы, ликвидировал через полосицу, которая вредила сельскому хозяйству, начал расселение крестьян по отдельным участкам, хуторам, внедрял мелиорацию, искусственные удобрения и сельскохозяйственное образование для крестьян. Менее чем через год Столыпин был назначен губернатором Саратовской губернии, которая сильно отличалась от Гродненской. Здесь почти что царила анархия. Постоянные крестьянские бунты и частые смены губернаторов делали ситуацию еще сложнее. Столыпин начал с благоустройства. Проводились асфальтирование, ремонт и газовое освещение улиц, модернизация телефонной сети, строительство водопровода, больниц и учебных заведений. С началом революции в 1905 году губернатору пришлось бороться с революционными выступлениями. Ему помогала личная смелость и бесстрашие. Он ездил по уездам, входил в бушующие толпы и успокаивал массы либо спокойным разговором, либо жесткими словами, либо угрозами. Так или иначе, бастующие крестьяне слушали Столыпина, успокаивались, верили ему и даже уважали. Постепенно Саратовская губерния стала самой спокойной в Российской империи. За действиями губернатора следил император Николай II. Современник Столыпина Лопухин так описывает один из эпизодов революционных событий того времени. Достаточно известен эпизод, когда Столыпин в относительно скромной роли саратовского губернатора в ту пору, когда губернаторов расстреливали как у ропаток, врезается в бушующую толпу. На него наступает человек с явно агрессивными намерениями, с убийством во взгляде. Столыпин бросает ему на руки, снятое с плеч форменное пальто, с приказанием, отданным так, как умеет повелевать одно только уверенное в себе бесстрашие – держи. Ошеломленный презумптивный убийца машинально подхватывает губернаторское пальто. Его руки заняты, он парализован и уже мыслью далек от кровавой расправы. Столыпин спокойно держит речь за гипнотизированной его мужеством толпе. И он, и она мирно расходятся. Сначала успокоение, потом реформы. Такой была его программа, которую он собирался реализовать вместе с правительством и думой, которая, однако, была настроена враждебно по отношению к правительству, царю и режиму и не собиралась сотрудничать с новым министром, а только тормозила работу. Столыпина, как и других министров, не слушали, а свистывали, перебивали и кричали «Долой!» в отставку. Государственная дума была недееспособной и антимонархической, поэтому царь ее распустил в июле 1906 года. Вместе с этим он назначил Столыпина премьером с сохранением поста министра внутренних дел. В апреле 1906 года Столыпин был вызван телеграммой за личной подписью царя в Петербург. Здесь император принял его и предложил пост министра внутренних дел, отчего Петр Аркадьевич поначалу упорно отказывался. Это была смертная должность, но после уговоров Николая принял этот пост. Министр внутренних дел в то время отвечал почти за все – за поддержание полицейского порядка, бесперебойную работу почты и телеграфа и достоверность в статистике. Министерство внутренних дел обеспечивало население продовольствием, следило за строительством, ведало пожарной частью и местными судами. Переживший к тому времени революции четыре покушения, Столыпин пытался отказаться от должности, ведь двух предыдущих министров убили террористы, но не смог. Вчера судьба моя решилась. Я – министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Я сказал государю, что умоляю избавить меня от ужаса нового положения. Пойду только, если он мне прикажет, как государь, так как обязан отдать и жизнь ему. Он, государь, секунду помолчал и сказал, приказываю, зная, что это самоотвержение. После этого назначения начались покушения на Аркадия Петровича. Самое страшное и трагическое покушение было 2 августа 1906 года, когда была взорвана дача на Аптекарском острове. Целью теракта был Столыпин, который, однако, чудом избежал ранений. Страшный взрыв разрушил дачу почти до основания. Больше 50 человек было убито, искалечено. Среди них женщины, грудные дети. И его дети были ранены. Он поспешил к своей старшей дочери Наташи, 14-летней девушке, которая очнулась на груди солдата, окровавленная, искалеченная. Первые ее слова были, это что, сон? У нее оказались перебиты кости обеих ног. Столыпин с трудом отговорил врачей от немедленной ампутации. Потом Наташа долго не могла ходить, даже на костылях. Был ранен в бедро, и трехлетний сын Столыпина Аркадий, и тоже с переломом. Отец присутствовал при операции и наложении повязок. Он был потрясен и бесконечно повторял, «Мои бедные дети, мои бедные дети!» Мог ли он рисковать их жизнью? И все же он скажет, «Дети, никогда не прячьтесь, когда в вас стреляют!» Буквально через пять дней после покушения по инициативе премьера было утверждено положение о военно-полевых судах, которые имели право разбирать политические дела в течение двух дней и приводить приговоры в исполнение в течение суток. Еще раз на жизни чиновника покушались с помощью пистолета. Стоящий перед Столыпиным местный житель неожиданно вынул из кармана револьвер и направил его на губернатора. Столыпин, глядя на него в упор, распахнул пальто и перед толпой спокойно сказал, «Стреляй!» Революционер не выдержал, опустил руку, и револьвер выпал. За шесть лет его пытались убить одиннадцать раз. Это была месть радикально революционных сил за твердую позицию Столыпина в вопросе борьбы с революционным терроризмом. Революция пошла на спад. Можно было начинать реформы, и прежде всего аграрную. 5 октября император подписал инициированный правительством указ, по которому крестьяне уравнивались в правах с остальным населением. Они получали свободу передвижения. Право на получение паспорта. Поступление в учебные заведения и на государственную службу. А зажиточные крестьяне с большим количеством земли отныне могли участвовать в земских выборах. А далее были. Переселенческая политика, когда крестьянам, которым не хватало земли, предлагали перебираться на неосвоенные территории Сибири и Дальнего Востока за счет правительства. По итогу туда переехали около 3 миллионов крестьян, что существенно улучшило ситуацию в этом регионе. Строительство Амурской железной дороги, которая связывала Забайкалье и Дальний Восток, не через Китай, а по своим землям. Введение закона о всеобщем начальном образовании, осуществление которого началось с 1910 года. Попытка решения еврейского вопроса и отмены черты оседлости, что, однако, не было поддержано ни царем, ни думой. Введение страхования для рабочих, мирное разрешение балканского кризиса и недопущение войны, уменьшение автономии Финляндии. Следующим шагом был указ о расформировании устаревшей общинной системы, когда крестьянин жил в общине, которая его обеспечивала, защищала и платила за него. Теперь каждый мог выходить из нее и получать отдельный участок, либо с домом, либо без. Сбывалась вековая мечта крестьян о собственной земле, правда, сами они не особо желали выходить из общины. За время Столыпинских реформ с 1907 по 1915 годы из общины вышло 3 миллиона хозяев, образовалось 1,5 миллиона участков. Правительством было объявлено о начале широкой переселенческой программы в Южную Сибирь, а также благодатные для ведения сельского хозяйства земли Семеречья, нынешний Казахстан и Средней Азии. Там русское правительство вело активную колонизационную политику. Русские семьи получали землю, деньги на обзаведение хозяйством, переселение также оплачивалось. Появилась страшная для революционеров перспектива быстрого формирования на южных рубежах Российской империи многочисленного слоя богатых крестьян, которые, к тому же, живя в окружении мусульман, владели оружием и хорошо умели его применять. Во всех своих действиях Столыпину приходилось бороться с несогласием и непониманием своих шагов и лавировать между думскими кругами, высшими сановниками, императором и его окружением. Его не любили антисемиты и националисты за попытки решения еврейского вопроса, либералы и левые за решение крестьянского вопроса и Столыпинские галстуки. Николай II за то, что Столыпин его загораживал, Александра Федоровна за нелюбовь к Распутину. Летом 1911 года многим уже стало ясно, что дни Столыпина на посту премьера сочтены. На это влияли и личные отношения царя, и премьера, и неприязнь к нему распутенной царицы, и ненависть влиятельных кругов. Во время визита императора в Киев в августе-сентябре 1911 года Столыпину, сопровождавшему царя, даже не подали экипаж, и ему пришлось ехать в коляске с одним из знакомых. Многие историки считают, что не случись этого покушения, Россия не прошла бы через жернова революции, но увы. Петр Аркадьевич Столыпин мотивировал собственную реформаторскую деятельность пониманием путей выхода из социального конфликта без допущения дестабилизации политической системы. Он придерживался убеждения о том, что правительственная власть обязана обеспечить достойную жизнь каждому россиянину. Но большая часть выдвинутых Столыпиным реформ не была поддержана царизмом, государственным советом и обществом в целом. С начала 1911 года в отношениях между императором и премьером наступила холодность. Царь все сильнее ощущал, что Столыпин имеет больше авторитет в обществе, нежели он. Разногласия между ними произошли по поводу предложения премьера о введении в западных губерниях выборных земств, с чем не согласился император. Столыпин попытался подать в отставку, но царь ее не принял. Он много еще собирался сделать. Увеличить бюджет, расторгнуть союз с Францией и заключить в США, создать академию для подготовки чиновников, развернуть строительство автомобилей и дорог. У него были все возможности для этого, но имелись два препятствия – время и сопротивление окружения. Но то, что он смог сделать, позволило Россию успокоиться и начать спокойно жить. Правда, это тоже было временно. А далее были переселенческая политика, когда крестьянам, которым не хватало земли, предлагали перебираться на неосвоенные территории Сибири и Дальнего Востока за счет правительства. По итогу туда переехали около трех миллионов крестьян, что существенно улучшило ситуацию в этом регионе. Строительство Амурской железной дороги, которая связывала Забайкалье и Дальний Восток, не через Китай, а по своим землям. Введение закона о всеобщем начальном образовании, осуществление которого началось с 1910 года. Попытка решения еврейского вопроса и отмены черты оседлости, что, однако, не было поддержано ни царем, ни думой. Введение страхования для рабочих. Мирное разрешение балканского кризиса и недопущение войны. Уменьшение автономии Финляндии.